5.30 утра, на пути в Париж, я стрёмно явно на улице. Итак, Виктория Врейня. Почему Виктория Врейня? В столице Британии сегодняшней, не исторической, я живу в исторической Британии, а именно в реальной Британии, сейчас нахожусь в Врейне, здесь очень много фарфеховых домиков, например. И почему я тут? Потому что кое-кто купил билет в Париж по пыхах, и я купила билет с пересадкой в Врейне, вообще, как это вообще возможно? У меня 2 часа свободных, и я подумала, что вот он, шанс увидеть Рен. И я подумала, город маленький, взяла быстро метро, у них есть метро, блин, я же взяла метро, быстро приехала в город, погуляя 40 минут и пойду обратно в вокзал, короче... Тоже в Париже второй день? Я. И я. И я. Да. Мы сейчас идем кушать. Я немножко побаиваюсь, если не соблюдать тебя сейчас телефон, то что мы шли в метро, и за нами ходил какой-то сумасшедший, в Парижском метро сумасшедший, это как бы норма, такое происходит, там перейти мигалка, это норма, это норма, это лукует. Да, и, короче, чувак просто за нами увязался, пытался по нашим билетам пройти, и вот прям поджимался, и нам пришлось сделать вид, что мы покупаем в бутике очки. Ну, как сделать, ведь зашли и вышли. А не попроснулась. Зато мы проснулись, да, и все хорошо. Вот, поэтому в Париже мне нравится все, кроме городских сумасшедших и цен. Вот так все нормально. А я знаю, что я не нравлюсь Парижскому метро, вообще, вот. У меня поезд никогда не ездит как надо, всегда что-то происходит. Нормальные люди проходят нормально. Нормальные люди нормально проходят, а у меня билеты размагничиваются, нужно покупать еще один. Хотите понять, что вам везет, тусите со мной. Если вы чувствуете себя обделенным и думаете, что удача не на вашей стороне, пригласите Виктору, что дарится. Потусите со мной, да. А мы не на той улице. А мы разве не шли около Сифоры, а Сифора она там. Ну, там. А ты хочешь сказать, что мы должны были по той улице, где Горелее, Лафаэйт? Лафаэйт, да. И потом Сверху, Лафаэйт. Возможно. Ну, а попробуй. Давай. Давай. Мы собираемся пить с Никой шампанской рижской. И мы даже не можем сфоткаться нормально, потому что сзади стоит мужчина. Он тут. С днем рождения, Ник. Спасибо. Это момент открытия. Я боюсь, что я... Мне очень неудобно тебя снимать. Я даже тебя лица не вижу. У меня не помещается. Я могу ногу вместить, чтобы доказать, что я тут. Ну, я думаю, во Франции мы найдем аптеку. Я сейчас вот, знаешь, о чем думаю? Помнишь, ну, первые разы в Париже, во Франции, просто несешься до посинения, встаешь дико рано. Нужно увидеть все. Надо все сфотографировать. А сегодня я поняла, что я не сделала, в принципе, фоток. Я только сфоткала фотографию нашей поляны на берегу Сеяны, которую даже если дни же... Можешь мне ее скинуть? Естественно, она не будет такого. Она мне нужна. Я тебе ее скину, да. Ну, просто ее стыдно публиковать. Она как с района, да. Не, просто я к тому, что... Как мы зажрались. В каком-то смысле, нет, в Франции? Мы повзрослели. Ты думаешь, что она... Кто-то там говорит, увидите Париж, умереть. А мы... Ну, сейчас беремся, поедем там, да. Спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И здесь много гей-баров Мне нужна информация О Париже, но Вдруг вам нужна Эта информация Еще мы выявили Определенный сорт Парижан Ну, не Парижан, а местных бомжей Они называются Как это я сказала? Классический, обыкновенный Городской приставун Они к тебе пристают и что-то от тебя просят Вот Приставун обыкновенный Городской приставун обыкновенный Ника ржет, потому что мне кажется тупо, что я разговариваю с камерой Когда есть собеседник, в качестве меня Вадина разговаривает с вами Да Приятеля Мы شокали Мы шокали Мы шокали Ура! 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 С Buddy Сейфот Ура! Ура!